В Саратовском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Энгельского района Михаила Лысенко. Обвинение просит признать экс-чиновника виновным в получении взятки и вымогательстве, а также в легализации полученных незаконным путем доходов. По мнению гособвинителя, Лысенко заслуживает наказание 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафом более 3 миллионов рублей. В свою очередь представители прокуратуры просят признать его виновным в убийстве и назначить более строгое наказание – 22 года лишения свободы. Саратовские политики и коллеги Лысенко судебный процесс комментировать не торопятся. Я это не комментирую. Суд присяжных, там все прописано. В данном случае вообще суд присяжных надо иметь в виду. Это состязание между обвинением защиты. Это на самом деле принцип состязательности, который закуплен в Конституции. И не всегда обвинение оказывается в этих ситуациях, вообще я безотносительно этого дела, на высоте в отношении к защите. Пока комментируется еще нечего, там не вынесено окончательное решение по этому делу. Давайте дождемся. Честно сказать, я как бы не в курсе всех тонкостей, почему оправдательный, почему необвинительный. Ну, я так представляю, наверное, будут обжаловаться решения первой инстанции. Поэтому каких-то комментариев решением суда я не вправе делать.